Ну что, дашь что-нибудь послушать, Василиса? Не пахнет, я ничего не шикал. Василиса сегодня не в духе, совсем. Она не только против всех врачебных манипуляций, кто ж любит лечиться, но четырехлетнюю девочку не радуют даже новые игрушки. Еще совсем недавно Василиса была жизнерадостным ребенком, почти никогда не болела. Дома она была, солнышко наше, родилась в июне, всех любила, всех обнимала, а здесь, говорят, говоды. Осенью девочка простудилась, точнее мама думала, что это всего лишь ОРВИ. Клинический анализ крови шокировал врача маленькой поликлиники. Семья живет в НАЗИ, это Кировский район Ленинградской области. Елену срочно вызвали с работы и вместе с дочкой отправили сначала в районную больницу, потом в ней детская онкология. Подозрения подтвердились. У четырехлетней девочки острый лимфобластный ликоз. Заболевания системы крови, которые появляются изменениями в анализах крови, у пациентов возможны инфекционные осложнения, возможны кровотечения. Также у пациентов снижается уровень гемоглобина, они вилы, слабы, что требует переливания крови. Опасно заболевание тем, что без лечения, к сожалению, исход неблагоприятный. В сутки я уже передумала все, что можно, от того, что я уже в голове даже похоронила. Я же не знала, что это такое, как это все лечится, лечится ли, пока не сталкиваешься с пережитками еще, когда казалось, там люди умирают пачками, грубо говоря. А сейчас уже подковали, научили. Врачи говорят, острый лифобластный ликоз – это не приговор, это диагноз. Самый распространенный рак крови у детей, при котором поражается костный мозг, лимфатические узлы, селезенка и вилочковая железа. При адекватном лечении больного можно спасти. В Василисе начали курс химиотерапии, на который организм ребенка отреагировал так, как нужно. Но это еще только начало борьбы с неконтролируемым ростом незрелых лимфоидных клеток в крови у Василисы. В целом прогноз у Василисы хороший. Мы проводим сегодня необходимую терапию и надеемся на полное излечение. Однако в течение полутора лет будет необходимо проводить специализированную медицинскую помощь. Василисе нужно много лекарств, мощные антибиотики, противогрибковые препараты, средства для поддержки иммунитета. Своего у девочки больше нет. Для ребенка сейчас опасны любые вирусы и инфекции. Часть медикаментов положены по квоте, другие придется покупать родителям. Сумма для семьи с тремя маленькими детьми неподъемная. Полтора миллиона рублей. Но только такое серьезное лечение, по словам врачей, поможет Василисе одержать победу над раком. И превратит капризную Несмеяну опять в веселое мамино солнышко. Жанна Скворцова, Максим Смирнов и Галина Роменская. Вести. Петербург. Чтобы помочь Василисе, достаточно отправить смс со словом «Дети» на номер 5541. Стоимость сообщения 75 рублей. Все собранные деньги пойдут на оплату сложных операций и лекарств для малышей. На сайте нашей телекомпании и на сайте Росфонда все адреса сейчас на экране. Можно узнать о том, сколько денег уже удалось собрать и кому из детей они спасли жизнь. В соответствии с принятыми поправками в законодательстве, те, кто отправят такие смс, могут получить сообщение мобильного оператора, в котором Вас попросят подтвердить оплату информационно-развлекательной услуги. Пожалуйста, сделайте это, иначе деньги до детей не дойдут.